Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о православии, о нашей жизни. В студии автор и ведущая, журналист Белла Засецкая в Крещении Марии. Сегодня тема нашей программы, пожалуй, будет интересна для тех, кто хочет лучше понимать своих близких и, возможно, ищет выход из лабиринта семейных проблем. Представляю вам нашу гостью. Екатерина Алешина, специалист по социальной работе архангельского психоневрологического диспансера, консультант по химической зависимости, а также одна из авторов и ведущая программы профилактической работы с родителями детей группы РИСКО по развитию зависимости от алкоголя и наркотиков. Программа называется «Школа любящих родителей», и о ней мы сегодня подробнее и поговорим. Здравствуйте, Катя. Добрый день, Мария. Добрый день, уважаемые телезрители. Я очень рада, что я сегодня у вас в гостях. Екатерина, вот когда слышишь название вашей программы «Школа любящих родителей», то возникает вопрос, а неужели родителям еще надо учиться любви? Неужели бывают родители, которые не любят своих детей? Да, конечно. Мне кажется, нам всем нужно учиться любить своих детей, потому что именно любовь может помочь им повзрослеть, взять ответственность за свою жизнь. Ведь любовь не только заключается в том, когда мы говорим теплые, ласковые слова или обнимаем своих детей. Это также и понимание, и умение выразить свои чувства. Но, как правило, когда в семью приходит беда, и родители сталкиваются с употреблением своих детей алкоголем или наркотиками, им, конечно, очень тяжело. Они мучительно реагируют на это и испытывают тревогу, испытывают стыд, страх, беспокойство за своих детей. И бывает так, что они спят ночами, вынуждены бросать даже свою работу, чтобы отследить, употребляет ребенок или нет. И, конечно, это подрывает силы родителей. Они начинают обзывать, упрекать, преследовать своих детей, обыскивать карманы, обнюхивать, просят даже раздеться, чтобы дети показали руки. И в какой-то момент очень тяжело становится. И родители чувствуют усталость. И иногда действительно им кажется, что они не любят своих детей. Часто на консультации можно даже услышать, «Я ненавижу своего ребенка, я устала». И действительно им так кажется. Екатерина, я предлагаю таким образом построить нашу беседу, что вначале мы поговорим о вашей программе «Школа любящих родителей», о том, как эта программа появилась, как она формировалась. А затем мы бы перешли к рассмотрению каких-то конкретных межличностных проблем, которые возникают при общении между людьми, и попытались бы их рассмотреть и каким-то образом даже решить в той стратегии, которая существует в вашей школе. «Школа любящих родителей» начала свою работу в 2011 году в детском наркологическом отделении. И приглашала на свои занятия родителей, которые хотят помочь своим детям. Это были родители детей, которые столкнулись с употреблением алкоголя и наркотиков. В тот период в Архангельске появились такие наркотические вещества, как курительные смеси. И программа была поддержкой для родителей, которые оказались вот в такой ситуации. Потому что родитель, который знает, как себя вести в этой стрессовой ситуации, он действительно может помочь своему ребенку отказаться от употребления, смотивировать его обратиться за помощью к специалистам, чтобы предотвратить развитие химической зависимости. И после проведения курса лекции с родителями, которые проходили где-то примерно полгода, у нас в Архангельске образовалась такая замечательная группа помощи родственникам людей, употребляющих наркотики, как Наранон. Она до сих пор работает, и на эту группу могут прийти близкие, обратиться за помощью. Номер телефона этой группе, возможно, кому-то понадобится. Это 47 95 99. Группа проходит по адресу Суворова, 11. Всю информацию можно получить по телефону. Также появилась информация о реабилитационных центрах, куда могли уехать несовершеннолетние. А в 2014 году уже в рамках сотрудничества нашего архангельского психоневрологического диспансера и общества трезвости, школа любящих родителей, стала работать на подворье Артемия Веркальского монастыря при храме Александра Невского. И там же стали проводиться консультации по вопросам химической зависимости, алкоголизма, наркомании, игровой зависимости. Притом на эти консультации могут опрощаться как сами люди, имеющие эту проблему, так и их близкие и родственники. Ну вот сегодня на занятия мы приглашаем абсолютно всех, и педагогов, и специалистов, и родителей, всех тех, кто действительно хочет научиться общаться с любовью, со своими близкими, кому трудно общаться. Если можно, пожалуйста, расскажите, какие задачи стоят перед школой, и какие темы для занятий вы предлагаете? Мы с вами знаем, что вообще руководящим принципом воспитания является уважение. И очень важно, чтобы родители научились разрешать конфликтные ситуации с любовью, с терпением, не ранее своих детей. И задачами программы школы любящих родителей это было улучшение детско-родительских отношений в семье, а также обучение родителей навыкам правильного реагирования в ситуации употребления ребёнком психоактивных веществ. Потому что семья — это очень большая сила. Она может как помочь ребёнку повзрослеть, стать ответственным, счастливым, здоровым, но точно так же она может создать предпосылки для того, чтобы ребёнка разрушить в будущем. И ребятам, которые употребляют наркотические вещества, бывает очень трудно помочь специалистам, если родители не хотят обучаться, приобретать грамотность по вопросам химической зависимости, пересматривать своё поведение, учиться новым навыкам взаимодействия с детьми. И, конечно, родителям трудно оставаться эмоционально незатронутым, когда ребёнок употребляет наркотики и алкоголь, и родители пытаются всеми силами затащить ребёнка на консультации к специалистам, уговорить его, иногда даже обманными путями это делают. И, конечно, они не получают то, чего хотят, потому что нет волшебной таблетки, и ни один специалист с первой консультацией он не может, вообще никто не может изменить другого человека. Поэтому здесь нужен в первую очередь труд самих родителей, грамотность самих родителей. А какие темы для занятий Вы предлагаете? На сегодня предлагаются темы по блокам. Допустим, химическая зависимость, семейная болезнь, зачем нужны чувства, зачем нам о них говорить, маски, которые носят дети, чтобы справиться болью, какой я родитель, созависимость, как быть, семья и правила в ней. Занятия, многие занятия носят именно тренинговый практический характер. Хочу обратить Ваше внимание, уважаемые телезрители, что темы занятий и те проблемы, которые поднимаются в школе любящих родителей, интересны не только родителям и педагогам, но и, в принципе, всем остальным. Я, например, с огромным интересом побывала на занятия, тема которого была обозначена. Зачем говорить о чувствах? Чего греха таить? Чаще всего наши эмоции мы выражаем в повышенном тоне порой, в грубом слове и даже в затаённой обиде. Но что с этим делать? Екатерина, действительно ли нужно говорить о чувствах? И стоит ли о них вообще говорить? Может быть, от них нужно избавляться каким-то образом? Как правильно себя вести в этой сфере? Мария, я разделяю Ваш вопрос. Он очень важный. И на самом деле бороться ни в коем случае не нужно. Их действительно нужно уметь разделять. И вот мы с Вами, наверное, многие люди, чувство радости хотели бы испытывать, наверное, ежедневно. И мы хотели быть счастливы, чувствовать такие приятные чувства. И иногда родители действительно не понимают, почему трудно радоваться. И здесь мы помогаем разбираться вот с такими трудными чувствами, как обида, гнев, страхи, тревоги. Потому что, чтобы испытывать радость, нужно вообще научиться со своими близкими говорить о чувствах своих, да, показывать свои чувства. И не только любовь, но и трудные чувства, гнев и обиду. И тогда и радость может прийти. Нельзя заставлять душу молчать, когда она болит. Ведь именно больно человеку становится тогда, когда он чувствует, испытывает обиду или гнев. И также чувства нельзя разложить на правильные, неправильные, плохие или хорошие, нужные или ненужные. Чувства нужны все человеку для того, чтобы мы с Вами могли чувствовать жизнь полно, свободно, чтобы она была окрашена в разные цвета, палитры. Наверное, Вы слышали такое выражение, что чувства — это язык души. И мы с Вами тоже, нам очень нравится общаться с искренними людьми, которые показывают человеку свои чувства. И всегда испытываем напряжение, когда человек холоден, зажат, скован. Мы не знаем, что он думает. И мы даже иногда просто боимся обратиться к такому человеку за помощью. И если человек не разрешает себе чувствовать, как он считает, стыдные, неправильные чувства, то это очень большой вред может ему нанести. И вред не только ему, он будет испытывать напряжение. И когда-то это напряжение может вырваться потоком эмоций, фонтаном, например, пошел человек на работу утром, сел в автобус, кондуктор в автобусе нечаянно толкнул, он зажался, ничего там ни себе, себя не поддержал, не сказал о том, что ему там неприятно было. Пришел на работу, а здесь день неудачно сложился, начальник выговор сделал. И приходит такой человек домой и может обрушить весь свой гнев. Обычно мамы и папы зачастую бывают, когда они справляются с чувствами, приходят домой, именно обрушивают гнев на своих детей. Иногда даже не понимаю, без причины, почему вот я так вот сейчас была раздражительна. Есть много примеров у нас на группе, когда дети росли, и им не позволяли проявлять свой гнев. И мальчик все детство испытывал злость на отца, раздражение на отца, когда тот ему делал замечания в грубой форме, не давал гулять с ребятами. И в подростковом возрасте парень, когда подрос, весь этот гнев, он просто таким большим потоком и фонтаном вырвался наружу в таких обвинениях и оскорблениях, что ты мне не отец, ты мне уже надоел, ты мне всю жизнь приказывал, а теперь я буду жить так, как мне нравится, и слушать я тебя не буду. Поэтому полноценно жить — это уметь чувствовать и проявлять все свои чувства. И иначе может и организм у человека разрушиться. То есть мы, наверное, слышали с вами такое выражение, как психосоматические болезни. То есть очень часто бывает, что люди, которые давят гнев, они могут приобрести такие болезни, как гипертония, болезни желудочно-кишечного тракта. И очень важно научиться адекватно показывать свои чувства. Ну, что значит адекватно? Это показать то чувство партнёру, другу, родителю, ребёнку, которое я на самом деле испытываю. Но показать это таким образом, чтобы не нанести вред ни себе, ни другому человеку. Ну уж это искусство из искусств, конечно же. А вот интересно, как правило, у нас, наверное, у большинства, если капризничает ребёнок, то мы ему запрещаем это делать. Там говорим «закрой рот», «перестань плакать», «замолчи». Ну, в такой категоричной форме часто приходится это слышать. Вот вообще правильно это — запрещать ребёнку выражать свои капризы, свой гнев? Или нужно разрешить им это делать? Ну, к сожалению, многие из нас выросли в семье, где гнев считался плохим чувством, нехорошим чувством. То есть добрые люди не должны гневаться, отзывчивые люди не должны сердиться. То есть такие вот установки были. И, конечно же, был полный запрет на это чувство в семье. В книге замечательного автора Валентины Москаленко «Зависимость. Семейная болезнь» есть такое замечательное выражение, что дом был полон гнева, но о нём никто не говорил. Ну, а как же правильно себя вести в этих ситуациях? Гнев — большое чувство, сильное чувство, такой сильной энергии. Его нельзя игнорировать, если оно пришло. Потому что развивается ненависть, развивается злоба. Подавленный гнев, он способен, мы уже говорили об этом только что, разрушить отношения. Родители, которые посещают наши занятия, они уже знают, что когда подросток кричит, ругается, стучит по столу, они ему не скажут «Закрой рот» или «Ты как с матерью разговариваешь, как ты смеешь так с родителями разговаривать». Мама скажет «Я вижу твой гнев, я вижу, что ты сейчас злишься на меня. Могу я у тебя спросить, что тебя так разозлило, что ты вынужден так кричать?» Или, допустим, мама же тоже в этот момент может испытывать такой прилив энергии, тоже может разозлиться. Она может сказать «Я тоже сейчас испытываю злость на твой поступок, не на тебя, а на твой поступок. Я предлагаю попозже об этом поговорить, когда мы оба с тобой успокоимся». Родителям необходимо учиться, уметь выражать эти чувства и показывать их тоже. И, видимо, говорить о них. То есть это очень важный момент, когда нужно уметь обсуждать со своим близким человеком те эмоции, те чувства, которые ты переживаешь. Или он переживает. То есть момент проговаривания – это очень важно. Екатерина, а вот чем мы можем помочь нашим детям, которые, предположим, находятся в подростковом возрасте и переживают чувства первой любви, может быть, отвергнутой любви, может быть, каких-то иных проблем, которые, в принципе, переживают каждый человек в определенном возрасте. Вот чем здесь можно помочь родителям? Помочь обязательно нужно, потому что вообще душа ребёнка и подростка – это очень ранимая душа. У детей ещё нет опыта, как у нас, у взрослых. И самое главное здесь – не утешать советами, типа вот таких предложений, как «не плачь», «не расстраивайся», «у тебя ещё этих Ир, Саш, Лен будет сколько угодно», «у тебя вся жизнь впереди», «что-то нюни распустил из-за девчонки, что ли», «да ладно, пойдём лучше там куда-нибудь сходим». То есть ни в коем случае. Детям необходимо понимание их чувств, понимание того, что эти чувства очень важны, и им нужна поддержка, а не советы и оценка. Поэтому родители, которые приходят на занятия, они знают, что в первую очередь нужно сказать, «я вижу, что тебе больно», «я вижу, что ты сейчас грустишь». Если ты хочешь, мы можем об этом поговорить с тобой. Если тебе нужна моя поддержка, я с тобой, я тебя люблю. Если тебе нужен мой совет, ты можешь ко мне обратиться. Но не лезть первым, не утешать, не успокаивать. То есть дать ребёнку прожить, погрустить — это опыт, и без него никак. Каким образом может быть связано неумение выражать свои чувства, говорить о них, и возможной будущей химической зависимостью, которая разовьётся на фоне эмоциональных перекосов? В семьях, где взрослые детей не научили говорить о своих чувствах, говорить о своих трудностях, о тех проблемах, которые волнуют детей и подростков, конечно, ребёнок может ощущать себя непринятым, ненужным. Он может испытывать чувство одиночества и тревоги. К сожалению, очень часто бывает так, что родители сами дают установки, что мальчики не плачут, девочки должны быть послушными. Мало ли ты что хочешь, хочется — перехочется, что нюня распустил, ещё заплачь. И ребёнку как-то надо справиться с этим чувством. Но навыка-то у него нет, и поэтому подросток, он будет искать то место тех людей, которые его поддержат. Как правило, это такая же компания подростков, где существуют такие же личностные проблемы у ребят и семейные. И, конечно, он там получает поддержку. И тогда родители, которые приходят на консультацию, часто очень говорят, это мой мальчик был очень хорошим, он вёл себя замечательно. Замечательно. Это вот компания ребят его испортила. Они начинают преследовать друзей ребят, начинают запрещать дружить, общаться, домой не пускать, тем самым усиливая вот эти подростковые протестные реакции. Это не работает, это не помогает. Алкоголь, наркотики, а также компьютерная зависимость являются сильными обезболивающими средствами для детей против боли и одиночества и служат такими серьёзными предпосылками к тому, чтобы стала развиваться болезнь химическая зависимость. К развитию вообще любой зависимости они служат предпосылками. Но взрослые думают иначе, они считают, что это болезнь силы воли, что это время некуда девать. И продолжают воспитывать упрёками, нотациями. Конечно, это никак не работает. И в литературе замечательных авторов Екатерины Савиной, Валентины Москаленко можно встретить такое выражение, что химическая зависимость — это болезнь замороженных чувств. Поэтому эмоциональное развитие для человека не менее важно, чем интеллектуальное. Эмоциональная зрелость — такое понятие. О чём это? Что оно говорит? Успешная жизнь и внутренний комфорт доступны тем, кто имеет внутренний стержень, то есть эмоциональную зрелость и духовную зрелость, духовное развитие. И это качества, они не врождённые, они приобретённые. Это путь, то есть это процесс. Человек в течение всей жизни развивает свою эмоциональную зрелость и духовность. Поэтому работы нам хватает на всю жизнь, чтобы понимать. Ну а если кратко, то это умение выражать свои чувства, умение показать свои чувства адекватно, как мы сказали, безопасно для себя и для окружающих. И ещё очень важно, чтобы человек умел понять чувства другого человека, проявить эмпатию к этому человеку, суметь поговорить о том, что происходит, без упрёков и унижений. И на наших занятиях многие родители начинают вести дневники чувств. Они действительно становятся со временем спокойнее. Они начинают больше радоваться, видеть в этой жизни не только стрессовые ситуации, но замечать каждый момент. И весна на улице пришла, несмотря на то, что дома не всё так просто. И действительно это помогает им справиться со стрессом, связанным с употреблением алкоголя и наркотиков у детей. Екатерина, я бы хотела обратить внимание наших телезрителей на то, что те вопросы, о которых мы сейчас говорим, те проблемы, которые звучат, они напрямую связаны с православным учением о человеке, антропологии, православной антропологии. И, скажем, более глубоко и с духовной точки зрения они хорошо рассматриваются в святотической литературе. Но поскольку наша программа сегодня немножко другого плана, мы, надеюсь, в следующий раз как-то более внимательно поговорим, более подробно поговорим об этом. А сейчас я бы хотела вас поблагодарить за то, что вы пришли и поучаствовали в нашей программе. И, дорогие телезрители, в завершении нашей программы повторюсь, что все, кому это необходимо, вне зависимости от своих религиозных взглядов, могут посещать занятия и встречи, которые проводятся каждый понедельник в 17.30 в приходском доме храма Александра Невского в городе Архангельске на Воравино. Консультации и программы «Школа любящих родителей» работают в рамках общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости». И, возвращаясь к теме, с которой мы начали нашу программу, процитирую слова апостола Павла из одного евангельского послания. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». На этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания и до новых встреч. Спасибо, Мария, спасибо, дорогие телезрители. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok